Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, или, как меня знают, в тусовке Багирыч. Мы находимся в лаунж-баре Дискета, где собрались, чтобы обсудить наши планы на выходные. А что нас ждет на выходных? Конечно же, хаос констракшн. В рамках нашего фильма мы возьмем интервью у ярких представителей ретро-тусовки, которые покажут вам всю подноготную этого интересного и захватывающего мира. Хаос констракшн, хаос констракшн. Здравствуйте! Вот Володя, он наконец-то пришел на ЦЦ. Да, я добрался до вас, ребята. Добрался. Сколько лет прошло? Пять? Пять. 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 Я привез, скажем, избранное из коллекции Digital Vintage, немножко Unix машин. Но в основном, на самом деле, тут дековская арфа, и там в уголке тихонько вакс спрятался. Но самое заметное сегодня, благодаря габаритам, наверное, это HPP RISC, это сервер K-класс 94-го года. Вот это, говорю, отсылечие убрать, это близко не лежало. Это отдельный терминал, который обычно и не один вставился где-то на многих столах. Вот. Вот здесь вот вставила панель, собственно, не сам компьютер. Совершенно одинаковые разъемы. Вот такого размера платы. Плата процессора, плата памяти. Зависим, как-то не покажать. Короче, да, всем привет. Меня зовут Андрей. Я один из основателей компьютерного клуба Legacy Z. Сегодня мы находимся на Case Constructions 2024 до Кокирова. Вот. Сразу ответ на вопрос «Моя любимая игра, и так понятно, Doom?». И сегодня мы проводим турнир в режиме дезматча по 4 человека в Альдес. То есть, как играли в 90-х в Петербурге. Мы на Case Constructions 2024 года до Кокирова, Санкт-Петербург. Эта выставка посвящена компьютерам, различной техникой, в том числе по большей части ретро. Здесь можно увидеть кучу всякого интересного железа. И мы, в Retro Tech Squad, мы завезли свое железо. Это игровые консоли различные. NES, SNES, Sega, Nintendo 64, Dreamcast, PlayStation 2. Здесь проводится... Мы запускаем различные файтинги, просто гонки и прочее. И завтра у нас будет также турнир по аркадному волейболу. Всем приветствую. Я Шарагана. Где-то примерно год с чем-то я уже нахожусь в Retro Tech Squad. На Retro Tech проводятся турниры по Guitar Hero. Моя душа завияла новыми красками. И до того момента я провожу турниры по Guitar Hero, и у меня есть отдельное сообщество. GTA 8. GTA 8 City. Первая игра. Хорошо, тогда скажи, пожалуйста, какая твоя любимая ретро игра? Только не говори аркадный волейбол, пожалуйста. Аркадный волейбол, наверное, сдался. Это когда-то не так, что вы делаете на Ванной Медызе. Продолжение следует. Рядом со мной легендарный человек Петр. Расскажи нашим зрителям, почему ты легендарный, хотя, думаю, по полу-хаус-констракшн так все понятно. Ну, что я легендарный, я узнал минут пять назад, когда меня попросили взять интервью. Ну, в целом я догадываюсь, в чем причина. Дело в том, что мы в 95-м году организовали первый в России, тогда он не назывался компьютерный фестиваль, он назывался Inline Demopathy, но суть была та же самая. То есть люди писали заранее на компьютерах какие-то конкурсные работы, демо, интро, приезжали к нам, мы их показывали, народ голосовал, выбирали лучшего и так далее, и так далее. Приятно видеть, что хаус-констракшн живет и процветает. И, надеюсь, это все-таки не последний хаус-констракшн, который проводится. Я тоже на это надеюсь, да. Но был перерыв, вот мы его изобновили, как видите, народу нравится в России. Великолепно, великолепно. И, конечно же, вопрос традиционный уже для нашего репортажа. Какая первая компьютерная игра? Первая компьютерная игра? Самую первую я не назову, но самую первую запомнившись, это, наверное, Арканоид на Камадоре 64, скорее всего. А, да, еще момент, который довольно очевиден сейчас. Раньше были демо, интро, да, то есть интро маленькие демо и так далее. Сейчас, вот если смотреть по релизам, такое ощущение, что демо, как некая большая программа, она умирает вообще. То есть там практически сняты ограничения на размер, вот. Народ потерял интерес к этому всему. И вот то, что раньше было на слуху, там, Second Reality, например, там, я не знаю, да, там, известная демо. Вот. Сейчас таких не появляется, но то же самое появляется в категоре 64к интро. То есть как бы 64к интро – это снова новая номинация демо. Это тоже так себе развитие, да, на самом деле? Ну, это даже, вот, нет, не то, что развитие, тенденция такая, да, вот то, что происходит. Тренд. Тренд, то, что происходит, да. Ну, тренды обычно устаревают. Вот. Ну, не знаю, что будет дальше, но суть в том, что народу явно неинтересно, когда ограничения снимают. Просто явно неинтересно, да. То есть поэтому народ, который вот раньше не стал демо-хороший, он сместился в 64к, такое у меня ощущение. Интересно, можно сказать, мы сейчас послушали историю, новую, можно сказать, историю демо-сцены. В нашей стране. Спасибо большое за интервью, это было очень познавательно, думаю, что ребята, которые первый раз слышат об этом, они начали даже не понимать, что такое демо-сцены, и будут гуглить, вот, или яндексить. Да, погуляйте и пишите демки. Да. Спасибо большое, процветание, успехов, House Construction будет жить. Спасибо. Спасибо. Демо-сцена – это очень классная штука. Это совершенно необычное для многих людей проявление творчества, которое у многих людей вызывает восторг, потому что… проявление творчества, оно не всем понятно, многие не понимают, зачем вообще все это делается, когда, ну вот, можно на современных компьютерах нарисовать графику голливудского уровня, вообще, это вот что такое. Но все знакомые, кому я показывал демки со Spectrum, с Commodore 64, то есть это как бы со старых компьютеров, которые сегодня, ну, никого своими графическими возможностями поразить не смогут, люди смотрели демки и «Ух ты, а как это прикольно выглядит, как это все интересно, как это красиво, а какие цвета необычные, ой, а здесь прямо анимация такая». И всем нравилось, люди смотрели демки и восхищались, люди, которые примерно понимают, то есть для кого Spectrum, допустим, это был компьютер где-то, компьютер из детства, они думали, господи, а как-то из этой машины можно, оказывается, такие невероятные, такие графические возможности выжимать, такие картины делать, а тут… И, как бы, мне однажды сказали такое интересное сравнение, что когда художник приходит в музей посмотреть на полотна мастеров, он восхищается там тонкостью мазка, он восхищается оригинальностью палитры, когда музыкант приходит в филармонию слушать классическую музыку, он восхищается мастерством композитора, мастерством музыкантов, исполнителей, а когда компьютерщик или инженер вот приходит смотреть вот все вот эти демки или, не дай бог, разбирает компьютер, смотрит на то, что у него там внутри во всех этих спектромах напаяно, у него первая мысль, господи, как вот из всего вот этого можно сделать такие картины. И это здорово, это интересно. И Хаус Констракшнс – это один из тех фестивалей, где можно себя показать, где можно себя проявить, который проходит как бы вот здесь, в нашем городе, куда приходят мои друзья, близкие мне люди. Это тусовка, это классно. Хаус Констракшнс – это защуршая вещь. В 2017 году я стал обладателем компьютера Atari ST. И когда искал информацию про эту машинку, случайно наткнулся на сайт сообщества коллекционеров ретрокомпьютеров RetroTexCode, RTS, и пришел к ним на мероприятие. Я тогда очень удивился и очень обрадовался, узнав, что оказывается в Петербурге, в Москве, да и по всей России сообщество любителей ретрокомпьютеров не просто живо, оно активно развивается, оно прогрессирует, постоянно в этом деле что-то происходит. И очень много действительно классных художников, которые, используя старую технику, они что-то рисуют. Я к тому времени уже достаточно давно работал на телевидении, в видеопроизводстве, и мне стало интересно попробовать поработать с компьютерной графикой на старых машинках, на технике, которая использовалась в 90-х, в начале 2000-х годов на телевидении. У меня был доступ к такой аппаратуре, что-то из этой аппаратуры было у меня даже дома. И став участников РТС, через несколько лет, по-моему, в 2018 году, я на фестивале House Construction сделал небольшой стенд, где поставили видеокамеру, где поставили видеомикшер Panasonic, и каждый, кто проходил мимо, мог зайти, посмотреть в эту камеру, увидеть свое лицо на мониторе, а еще на микшере подергать ручки, понажимать кнопочки и добавить какие-то забавные эффекты. Это всем понравилось, это понравилось мне уже на следующем году, на House Construction 2019 года. Мы вместе с Сашей Новожиловым сделали полноценную ретро-студию, на которой у нас стояла импровизированная такая монтажка с двумя батакамовскими магнитофонами. Мы даже попробовали сделать небольшую трансляцию на Twitch со старых камер, со старой аппаратуры. С Amiga мы пускали титры, и это было интересно, это было классно, это нас как бы подстегнуло к тому, что это творчество можно развивать дальше. Для того, чтобы провести House Constructions, нужно две вещи. Стальные корпуса цисок и медные провода витой пары, на самом деле. Ну, придется без толпы снимать. О, запрещенка пошла! А если серьезно, ну, для того, чтобы провести фестиваль, его надо объявить. Пока кто-то не берет на себя ответственность за то, что фестиваль состоится, нет никакой уверенности в том, что фестиваль состоится. Даже когда кто-то берет на себя ответственность за то, что фестиваль состоится, все равно не обязательно, что он состоится, но вероятность сильно повышается. Потому что если за проведение фестиваля кто-то берет на себя ответственность, потом, если фестиваль не состоится, он будет выглядеть в комьюнити не очень красиво. Подключились такие именитые, я бы сказал, организаторы, как Фрок, Рэндом, конечно же, который традиционно отвечает за демосценерскую часть, несмотря на то, что он находится в Австралии. И многие другие. Женя Барбашин, с которым мы организовывали фестиваль еще в 2000-х, до 10-х годов. Когда я пришел в 2007 году в организацию, вообще я на фестиваль хожу с 2000 года. А в 2007 году я, собственно говоря, вначале я стал просто организатором, а в 2010 году я уже стал главным организатором. И, соответственно, провел в 2010-2011 году как главный организатор два, на мой взгляд, неплохих ЦЦ. Респект волонтерам, не только тем, которые занимались шторами, но и вообще всем волонтерам, которые помогают, и сейчас помогают, и помогали до этого. Это очень мало заметно, на первый взгляд, но очень важная в совокупности деятельность, которая требует большой самоотдачи по той причине, что не каждый захочет таскать, не каждый захочет делать физическую, не очень интересную работу, но эта работа требуется для выполнения всех задач по фестивалю. Сперва расскажу историю, как я впервые познакомился с компьютером. Я был довольно-таки из бедной семьи, а мой двоюродный брат был из... Ну, вполне себе, неплохо так богатый. Вот. Ну, по крайней мере, у них впервые во всем селе появился комп. Комп, который тянул Постал 2. Это была самая первая игра, которую я увидел в своей жизни. Я маленький такой, а матом ругаться можно? Ха! Клево! Музыка И вот такое вот гигантское полотно, у нас на работе Большая красивая железка, очень тяжелая и очень горячая На другом видео несколько слоев И вот сбоку одна еще такая большая пудочка, которую я ставил в стойке Этот пульт примерно начало девяностых годов Что самое интересное, кто хорошо видит На стойке снизу может увидеть аббревиатуру HDVS Формат Sony, формат Full HD, формат High E-finition Первые тестовые трансляции были в 60-х годах В начале 90-х годов формат HD уже во всюду И, собственно, в Японии формат VHD достаточно активно применялся Делал запуток, перегонял видео И, во-первых, незаконно выбирал нужный продукт И запустил дети на втором рынке Которые могут посылать в Москве Но, в принципе, почитается Друзья, хаос констракшн продолжается И я здесь заметил очень интересный, с позволения сказать, стенд С коллекционными изданиями игр, журналов, футболки и тому подобное И хотелось бы пообщаться, так сказать, с организатором С владельцем этого стенда Привет, как тебя зовут? Михаил Михаил, очень приятно Очень приятно Давай начнем сначала Первый вопрос, который мы обычно задаем людям, с которыми общаемся Твоя первая компьютерная игра Скорее всего, что-то вроде не Wolfenstein 3D, а или Tetris Tetris на BMPC Ага Я бы это играл гораздо раньше, чем на других Spectrum Скажи, а может быть, есть какая-то любимая игра олдскульная? Ну, опять же, я обожаю Tetris, который на приставке NES, так называемый классический Tetris Я обожаю серию Dizzy на компьютере ZX Spectrum Собственно говоря, вот я как раз держу коробку Это немножко не от того компьютера, это от компьютера от RST Но серия очень популярная была именно на этом Spectrum Вот она Да, вот, чтобы зрители увидели, посмотрели Это седьмая часть, она просто на Spectrum не чудовищная, редкая На этом компьютер чуть более популярная, ну, в смысле, чуть более общая Поэтому ее можно купить не за какие-то огромные деньги, а за меняемые И перечитываю Слушай, ну, у тебя здесь огромная коллекция И поистине здесь замечательные тайтлы Я думаю, многим стоит ознакомиться, а даже хотя бы на эмуляторе Ну, конечно, поиграть в Underboy на эмуляторе – это одно А вживую на своей любимой старенькой консоли – это совершенно другое дело Спасибо тебе большое! Процветания и успехов! Спасибо! Все будет здорово! Мы продолжаем наш репортаж с House Construction, который проходит в ДК имени Кирова И сейчас я нахожусь рядом с зоной команды Legacy Z И, собственно, рядом со мной представитель Legacy Z Николай Коля, поприветствую зрителей Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, посетители данного фестиваля Я надеюсь, у вас проводятся отличные выходные на момент записи данного маленького интервью, если так можно выразиться Под никнеймом меня зовут Николас Дефюджит Я один из инвестителей Legacy Z И, насколько я понимаю, у данного нашего презентующего есть пару вопросов ко мне Пару вопросов есть Коля, естественно, у каждого гостя, у каждого человека, у которого мы берем интервью Мы хотим узнать, какая твоя, возможно, была первая компьютерная игра Вот удивительно, все почитают, что учитывая наш стенд и нашу любовь к дому Но моя первая все-таки игра была Dangerous Dave на MS-DOS Dangerous Dave какой именно? Counted in Dimension, вторая часть Шикарная игра, особенно когда бабки кидали в тебя ножом Но мне сказали в итоге, что это были не бабки, это были гоблины Но по графике не сказать Баба Яга, зеленый костюмчик, ножик, все понятно Я до сих пор думаю, что это были бабки Мне очень нравится Врахамер Бултган тем, что там есть буквально кнопка «Вославить императора» Там есть кнопок насмешек, да, уникальный для главного героя Но в принципе, учитывая, что ты разносишь орды херетиков и можно подавать интерес на онлайн сперлы Это сильно напоминает классические части игр по типу дюков и тому подобное А может, если тебе нравится Вархаммер, может ты ожидаешь Вархаммер Спейс Марин 2? Ждем, пытаемся пройти первую часть, снова вспомнить воспоминания Надеюсь, что Сейбер и Арх сделают отлично Сейбер и Марин 1 лучшие Я надеюсь, что сделала вторую часть намного лучше, что была первая часть И геймдев на самом деле находится в плачевном состоянии Учитывая, насколько могут выходить неоптимизированные игры Выходить под какой-то... Определенный пласт людей, скажем так В комьюнити, который немножко может испортить все-таки окончательный результат Были ожидаемые игры, к сожалению Это наблюдается, но я надеюсь, что будет хорошо Спасибо тебе большое Хорошего Хаус Констракшн и процветания Лего Сезет Спасибо вам большое Друзья, Хаус Констракшн в самом разгаре И сейчас я стою между двумя замечательными мужчинами Так сказать, адептами гик-музыки, если можно так выразиться Давайте познакомься тех, кто их не знает Хотя таких людей наверняка очень мало Представьтесь, пожалуйста Флайбасист Кто же такой флайбасист? Это он, если что? А ягер Х2 Господи, какие замечательные люди Давайте начнем с нашего любимого первого вопроса Какая первая компьютерная игра? У меня четко не могу вспомнить Это Вольф, Дум и тюк-тюк В перемешку Вот так вот было Что было первое, что я прям нажал, я не помню А у тебя? А у меня был саботер на быкашке, по-моему Был? Был же порт саботера, ребят? Не было? Ну там какая-то херня была То ли быкашка, то ли что-то Я помню, там человечек вот так вот бегал Вот это было В третьем классе я был, короче Меня отправили в компьютерный класс Я там это увидел Вот А так вообще можно сказать Какой-то лодранер, блин, с Дэнди Я не знаю Но вообще, да Первое, что я видел, была быкашка Интересно, тогда может быть другой вопрос Какая любимая игра из сегмента старой школы? Наверное, Duke Nukem 3D Duke Nukem 3D? Ну я даже не знаю Ладно, у тебя Duke Nukem 3D, а у меня будет Doom У тебя Doom, да? Да Doom это круто Какой? Как бы первый, второй, ну классика Хорошо Ну-ка, давайте вы расскажете, чем вы занимаетесь, так сказать, в сообществе Ну, собственно, в составе Камары Дуэт Участвует на лайв-выступлениях GX2 Вот Отвечаю за звуковой тракт, так скажем Вот А вообще в RTS занимаюсь тем, что организовываю турниры по Worms Armageddon Вот, можно увидеть меня в дискете Каждое последнее воскресенье месяца Дискета Lounge Bar Вот, приходите Обязательно всех будем ждать Приходите, записывайтесь на червяки Да, легендарная фраза от Fly Bassista Записываемся на червяки Предпоследний турнир, кстати, выиграл именно я Расскажи теперь ты пару слов Ну, хотя, все, кто знают тебя знают Но, возможно, есть те, кто и не знают Короче, я занимаюсь в основном тем, что я просто пью и валяюсь пьяной И потом меня отвозят домой Вот А гитара? Иногда играю на гитаре, да Особенно мне запомнилось, как ты на прошлый Новый год исполнял в дискете Когда ты играл на гитаре, а не про другое Так, в смысле, а А это же был перформанс Перформанс У каждого уважающего себя артиста должен быть перформанс Ну, что сказать 1 сентября увидимся в дискете А вам, ребята, мое уважение Хорошего дня И крепкого здоровья Напротив меня сидит организатор Хаус Констракшнс 2024 Александр Привет, Александр Привет Не роняй телефон Скажи, как проходит мероприятие И насколько твои ожидания по количеству людей И по наполнению соответствуют тому, о чем ты изначально и думал Ожидания примерно превзошлись процентов на 250-300 Это что касается количества посетителей Я уже вчера говорил о том, что в целом мы не проводили фестиваль достаточно давно И, соответственно, предполагали любой исход Что может быть и много людей придет, а может быть и мало И реально в этом году Сегодня нам охрана до Кокирова дала информацию Что через главный вход было произведено 3,5 тысячи проходов Но это не количество людей Это проходы через главный вход туда-обратно То есть вход-выход 3,5 тысячи Это примерно нужно поделить на 3-4 То есть каждый человек в среднем прошел туда-сюда 3-4 раза И мы получаем около тысячи посетителей Также мы будем подсчитывать количество посетителей по лентам Тоже это не совсем окончательная информация будет Но приблизительно, я думаю, что мы Около 800 человек нас посетило Это очень хороший показатель Учитывая, что мы рассчитывали, как я еще раз повторяю Человек на 250-300 Это превзошло наше ожидание примерно 2-3 раза Техническая составляющая демо-сцены на сегодня Мы традиционно проводим олдскул и хай-энд конкурсы Конкурсы по музыке и конкурсы по реал-тайм разработке работ То есть конкурсы делятся на те, которые подготавливаются заранее работой И те, которые делаются во время фестиваля Значит, порядка 20 конкурсов мы считаем состоявшимися Или теми, которые будут состояться по причине того, что заявлено работы в реал-тайм достаточно много Это большое количество Очень сильно варьируется количество работ от разных лет на фестиваль Бывает, что приходится объединять большое количество конкурсов В этом году, как я сказал, порядка 20 конкурсов мы считаем состоявшимися То есть прислали более двух работ Две и более работ Соответственно, идет голосование У нас выдаются QR-коды, по которым можно, соответственно, на сайте Кстати, мы в этом году используем новую систему показа Ребята, разработчики этой системы у нас среди организаторов И они, собственно говоря, проводят показ в том числе Системы показа и загрузки контента Вот Я считаю, что 20 состоявшихся конкурсов это достойный результат И призываю всех, кто интересуется 3D-программированием, музыкой, графикой, рисованием Участвовать в следующем году Приходите Вот Ну и в заключении хотел бы сказать спасибо всем, кто принял участие в организации фестиваля в этом году Ну и надеюсь, встретимся в следующем году Спасибо Спасибо, Саша, что уделил нам время Потому что создавать такую махину Это довольно тяжело Спасибо, что организовал House Constructions в этом году Спасибо всем, кто помогал, кто помогает Спасибо всем участникам Спасибо всем тем, кто устроил эту замечательную выставку И надеюсь, что в следующем году House Constructions еще прогремит и снова даст о себе знать Спасибо Спасибо Привет Ты посмотри, да? Смотри Вместе с тобой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо 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 Да не, на самом деле не в этом дело Честно говоря Просто ты просто прошлого не вернешься, да? То есть ту атмосферу, которая тогда была, да? Даже купив тот же компьютер Как сказал один знакомый, у которого я покупал какую-то деталь для этого компьютера Если у тебя в детстве велосипеда не было, то сейчас, если ты его купишь, у тебя все равно в детстве не было велосипеда Субтитры сделал DimaTorzok